Светлана, здравствуйте. А вы написали уже сыну? Да, конечно, написала. А что самое важное? Ну, самое важное, я написала ему, безусловно, слова поддержки, написала слова благодарности. Собственно, благодаря ему я ощущаю себя сильным человеком, способным к борьбе. Я у него учусь сегодня, как жить. У него учусь той какой-то, я не знаю, силе духовной. Мне кажется, у него даже сил черпаю для того, чтобы поддерживать его же. Конечно, я написала, что я его очень люблю, написала, что мы будем бороться. И мы никогда не опустим рук. И справедливость все-таки восторжествует. Я в это однозначно верю. Светлана, ну, позволю себе такую оценку, что вот в Пензе уже проходят задержания. И три человека задержаны, если я не ошибаюсь. Известно ли вам что-то об этом? Больше уже задержано людей. Четверых ребят забрали с железнодорожного вокзала. Они планировали уехать по домам. Вот. И проходит сейчас задержание, я не знаю, забрали или в ОВД, но в квартире Андрея Чернова туда ворвались сотрудники центра «Э», полицейские. И там тоже, возможно, происходит задержание. Вот просто сейчас не знаю точно, так это или нет. А знаете, что им инкриминируют? Нет, им ничего не инкриминируют. Ребятам на железнодорожном вокзале сказали, что их подозревают в совершении преступления. Какого, чего. То есть там схватили девочек, затолкали их, порвали им одежду, затолкали их в машину, увезли. А есть ли у них адвокаты рядом? Известно ли вам что-то об этом? Да, конечно, мы направили к ним адвокатов. А вы понимаете, для чего это делается? Конечно, понимаю. Это все продолжение, понимаете, продолжение устрашения нашей молодежи сегодняшней, активной. Да, тех ребят, которые не согласны с тем, что сегодня происходит. Тех, кто задержали кого? Тех, кто приехал поддержать наших сыновей. Тех, кто не согласен с этим ужасным приговором. Вот. И таким образом молодежи просто закрывают рот и пугают их, чтобы они не предпринимали никаких каких-то активных действий, да, не высказывались. То есть их действия это какие? Это активное, открытое высказывание. Они бредат и не приносят ведь никому. Но сегодня наше государство боится любого, кто объединяется, любого, у кого есть какие-то общие интересы. И в том числе ту группу людей, которая имеет свою точку зрения и открыто об этом говорит. Сегодня государство этих людей боится. Вот сегодня эти наши дети сидят уже в тюрьме, получив огромные сроки. А ребята, которые их поддерживали, задержаны сегодня сотрудниками полиции Центра АЭ. Светлана, а что о вашем сыне говорят в городе, в Пензе? Как на это реагируют ваши друзья, знакомые, коллеги, соседи? Все очень хорошо знают Диму, знают нашу семью. Никто не верит в это чудовищное обвинение, не верили в это с первого дня. Нас все поддерживают, Диме все пишут письма, передают слова поддержки. Все спрашивают, чем мы можем вам помочь. О Диме говорят только хорошие, понимаете? И все просто горюют от этой несправедливости. Люди какого-то более пожилого возраста. Просто мне очень больно на это смотреть. Бабушки, женщины, они просто плачут деньно и ношно. Когда появляется какая-то новая информация, они просто рыдают от этого горя, от безысходности. Они не понимают, как такое вообще могло произойти. Ну, город полмиллиона, если я не ошибаюсь, живет в Пензе. Ну, 650 тысяч где-то, да. Ну, по сути, имена тех, кто его пытал, ну, они же известны. Они тоже живут в этом городе. Знаете вы, что-то о них нарушилась у нас связь со Светланой? Сейчас мы попробуем ее восстановить, чтобы продолжить разговор. Слышим Светлану, было бы круто еще ее видеть. Вот теперь и видим. Скажите, вот имена тех, кто пытал его, они же известны, и они тоже живут в этом городе. Понятно. Это, во-первых, значит, следователь ФСБ по Пенинской области Валерий Токарев, который, собственно, и придумал эту сказку о Сети. Он непосредственно руководил пытками, и во время каких-то ряда истязаний он даже присутствовал в камере, где моего сына пытали. Это оперативный сотрудник Шейплев, Вячеслав, если я не ошибаюсь, оперативный сотрудник ФСБ. Он участвовал в пытках всех ребят, которых пытали в Пензе. Я Шакурский, мой сын Тима в пензенском СИЗО. Активнейшее участие принимал, и впоследствии давал, приходил в суд, и давал там ложные свидетельские показания, хотя был предупрежден о даче заведомо ложных показаний. Говоря, что никогда не был в СИЗО, потому что не имею права туда заходить. Абсолютнейшая неправда. Причем во время судебного следствия нашла свое подтверждение. Есть протоколы, подписанные ребятами в СИЗО. В те дни, когда их не вывозили, и когда у них якобы оперативный сотрудник Шейплев не был, но протоколы существуют, фамилии существуют, все подтверждено документально. То есть Шейплев однозначно даже в суде врет. Ну и последний вопрос, возможно, скажите, вот вы же встречаетесь с сыном, вам разрешают свидание? Да, сейчас да. А передачи передаете? Конечно. А что передаете? Ну, передаем что? Во-первых, передаем что-то вкусное, да, фрукты, овощи передаем, какие-то там печенье, шоколад. А готовую еду мамину же не дают, да, не принимают по правилам? Нет, конечно же нет. То есть можно какую-то еду, которая упакована в заводские, упакована в заводскую упаковку. Все, больше ничего нельзя. Ну, плюс это, естественно, какие-то, там какая-то гречка он там себе готовит, да, овсяные хлопья какие-то, овсянка, значит, какие-то там, дадим, короны быстрого приготовления. Ну, такую ерунду, да. Но при этом можно ему, например, передать творог, но он не всегда его ест, он вегетарианец же, вот. Но периодически он все-таки, мы приходим к такому заключению, что что-то есть нужно, потому что там вообще можно, ну, полноценной еды-то нет, в общем-то. Что ж, Светлана, спасибо вам большое. Я напомню, что Светлана Пчелинцева, мать Дмитрия, осужденного по так называемому делу Сети на 18 лет, была с нами на связи. Сил вам и спасибо за это включение. Спасибо. Спасибо.